Никогда такого не было и вот опять. Красивая, тяжелая, яркая, алюминиевая клавиатура. Проводом с беспроводом, с удивительным звучанием, которого ни у кого не было. И наверняка нет. Все это EpoMaker Tide 75. Все кто вспомнил чистота чистотает, обязательно плюс в комментарии. Приезжает клавиатура во вполне типичной клавиатурной коробке. Синенького цвета, как собственно и сама клавиатура. Так как я уже проспойлерил. Чего-то дико полезного на ней нету, но иногда полезно узнать что-то из маркировки. И там из артикула узнается, что установлены Lemon Switch и есть поддержка QMK. А еще пометка New, что бы это ни значило. Но кому нужна коробка, перехожу сразу к аксессуарам. И первый аксессуар, про который многие почему-то забывают, но в принципе это важная вещь, это крышка-пыльник. Не знаю как кому, лично мне она нужна, потому что коробки трясешь, или во время уборки пыль поднимается, седает обязательно на клавиатуру. Можно банально ее прикрыть. Инструмент для снятия колпачков и переключателей. Типичный, как и у всех у вся, он неинтересный. В комплекте есть еще вот такой шестигранник. В принципе не сложно догадаться, что он нужен для того, чтобы разбирать корпус, который собран именно на такие вот винты. Зачем, не знаю, возможно подчеркнуть какую-то элитарность. Кабель тоже максимально типичный, примерно полтора метра и имеет какую-то простенькую кабельную стяжку. Разъемы типичные, USB-AC. Сам разъем не какой-то хитрой формы, то есть поменять на свой любимый можно спокойно, потому что иногда делают очень странной формы колодец для кабеля, для штекера. Руководство пользователя тоже типичное, которое я всегда советую пролистать, потому что там есть комбинации клавиш, что за что отвечает. Формат руководства, мною нелюбимая портянка это. Маленький квадратик, который раскладывается в километр квадратиковый. Сильно долго на нем задерживаться никогда не задерживаюсь, потому что если он выпрямится, все изгибы пропадут и дальше я его никогда в жизни не сложу. Поэтому есть на английском языке, как раз таки можно посмотреть и сразу узнаем, что есть поддержка еще и VIA, чему многие будут рады. Клавиатура имеет легкий голубенький цвет, очень приятный внешне, он не какой-то прям ядовитый, он прям аккуратно голубенький. С цветокором, конечно, я запарился с этим заниматься, потому что камера пытается увести то в один цвет, то в другой цвет. Вот она, вот легкая голубенькая, очень нежный приятный цвет. Но когда берешь ее в руки, понимаешь, что здесь вся легкость пропадает, корпус алюминиевый, тяжелый и монументальный. Но тягать клавиатуру обычно никто не тягает, если только не переносит одну и ту же с работы домой, с дома на работу. Поэтому она будет стоять как влитая. И как раз таки это пойдет ей на пользу, что она никуда не сдвинется во время игры, допустим. А еще здесь есть буква Ш. Нет, не W, Ш. В любом случае шрифты нормальные, приятные. Где-то они напоминают какие-нибудь игровые, на каких-нибудь ноутбуках MSI, допустим. И это вкусовщина, кому-то она обязательно не понравится, кто-то будет в восторге. Ну, как есть. Профиль колпачков более-менее стандартный, а ем черри. На всех клавишах есть выемка, кроме пробела, он по классике выпуклый. Здесь никаких сюрпризов, привыкать, перепривыкать не придется, потому что на большинстве клавиатур именно такой профиль. По крайней мере пока, все еще преобладают именно такие профили. На обороте клавиатуры очень красивая табличка с надписью EpoMaker, которая закрыта пленкой. Ее поверхность выведена в зеркало, но ее основная фишка, что если в нее посмотреть, с той стороны всегда будет смотреть какой-нибудь красавчик или красавица. Алюминиевый корпус скреплен как раз таки теми самыми винтами под шестигранник. И как можно догадаться, кроме силиконовых упоров, никаких больше выдвижных ножек нет, как часто это бывает. То есть вырезы делают в алюминиевых корпусах любые, а вставить туда ножки ни за что. Еще повторюсь, она очень необычно звучит. Обязательно послушайте звуковой тест. Колпачки. Отлиты из двух пластиков. ПБТ и АБС. Как можно, естественно, догадаться, внутренний слой АБС для того, чтобы легенда просвечивалась, как было в спойлере в самом начале. Видно, что залито не полностью до краев, и это часто встречается с разными пластиками. Внешняя стенка равна 1,1 мм, и общая толщина примерно 1,5 и 1,6 мм. То есть, ну, как всегда, колеблется. Где-то погрешность литья, где-то высокоточного китайского штангенциркуля. В принципе, никакой претензии у меня к литью нету, кроме того, что заусенцы от литья обработаны плохо, и перчатки у меня цеплялись за них. А еще, визуально не видно, но под установленным светом иногда видно, что литье как будто немножко уводит в сторону. Хотя это только на свету видно. То есть, визуально все четко. Раз уж просвечивается легенда, я решил просветить и заодно сам колпачок. Просвечивается, как понятно и видно, он очень плохо, больше просто пытается засветиться. А вот центральная часть из АБС-пластика отлично. Возможно, подобный эффект недавно был на клавиатуре Вармила Мьюз 65. Из-за чего подсветка выглядела просто колхозно. Основные клавиши имеют точно такую же толщину общую и только стенки из ПБТ. И здесь никаких сюрпризов. И, кстати, обработка краев у обычных клавиш как-то мне понравилась больше. Перчатки особо не цеплялись. Не знаю, в чем уж секрет, но как есть. С просветом все то же самое. То есть, сильным светодиодом можно подсветить саму клавишу и сильно просветить легенду. На всякий случай убеждаюсь, что на крупных клавишах есть эти заусенцы, за которые цепляются перчатки. В остальном претензий у меня никаких нет. Все нормально, все ровно и без каких-либо проблем. Стабилизаторы классические установлены в пластину позиционирования, которая изготовлена из текстолита. Ну или, как он более модно описан, FR4. Они хоть и обильно смазаны, но это все тот же простой тип, который нет-нет, да пытается где-то грохотать в определенных случаях, если нажимать на пробел. В основном это у него встречается. Естественно, поддерживается горячая замена переключателей. То есть, легко можно поменять весь комплект или какие-то основные нужные клавиши на любой другой, который подходит по сокету и каким-то дополнительным пинам. Но здесь все это стандартное, поэтому с заменой никаких проблем не будет. Впрочем, большинство, наверное, и менять их не будут, либо будут искать готовую, но голую базу. Под переключателем видна шумоизоляция, естественно, как в любой уважающей себя клавиатуре. Можно также обратить внимание, что расположение светодиода южное, тем более, что у колпачков так называемый сайдпринт, то есть символ находится на боковой грани. Переключатели фирменные EpoMaker Lemon Switch. Линейный 5-пиновый переключатель с усилием 40 грамм, ходом до срабатывания 1,6 мм, до упора 3,5 мм. К тому же они хорошо смазаны. То есть, это легкие короткие переключатели, которые понравятся игрокам, но в принципе и для печати они тоже нормально подойдут. Клавиатура собрана на прокладках и, соответственно, она слегка прогибается. Видны были так называемые флекс-каты, то есть надрезы на пластине позиционирования, которые помогают еще сильнее прогибаться. Все это нужно для того, не чтобы клавиатура плавала, а чтобы гасила стуки при печати. Слушаем, тем более есть что послушать. Слушаем. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...